Уже в этом году сразу, причем с двумя из них, с ирландцами и македонцами, играем на выезде. У Багриняка еще один момент. На выходе его опередил. Вратарь о передачу делает Алан Загоев. Алан вышел на позицию правого полузащитника, правого форварда, как хотите. У него 17 номер. И первым включением в игру была вот эта передача хорошая. А второе его участие, второй момент Алан Загоева. Это падение в штрафной площади Андорцев и 11-метровой. Вот так. Можете назвать это удачной заменой адвоката. Дождемся исполнения пенальти, чтобы судить об этом. Очень похоже, кстати, на эпизод, который создал на 13-й минуте Аршавин по Гребняку, когда тот забивал первый мяч. Тоже передача из центральной зоны в таком быстром отрыве, только здесь не в левую сторону, а вправо. Бросил мяч Андрей. Ну, о степени виновности галкипера. Можете судить сами. Рефери из Мальты посчитал, что виновен. Алан Загоев едва выйдет на фуле первым касанием. Отдал перспективный пас по Гребняку. Вторым касанием заставил нарушить правил. Хороший выход. Нужен хороший удар. Он следует. Павел Погребняк забивает второй свой. И командный тоже. Мяч в ворота сборной Андорры на 65-й минуте. С 11-ти метровой. Кстати, напомню вам, что в последний наш приезд сюда в Андорру, в отборочном турнире к Евро 2008, мы тоже получили право на пенальти. Тогда на 45-й минуте Денис Колодин исполнял, но он не смог переиграть Кольду Альвареса. Пробил довольно неуверенно по центру ворот. И нынешний главный тренер, а тогда вратарь этой команды, ногами сумел мяч отбить. Сейчас проблем с пенальти у нас не возникло. Забили. Хорошо. Хотя, вы знаете, не раз и не два, самые искушенные, талантливые тренеры мирового футбола говорили о том, что счет 1-0 заставляет их тревожиться за конечный результат меньше, чем счет 2-0. Потому что при счете 1-0 команда понимает, что расслабляться рано. А вот при счете 2-0 такие мысли уже начинают в некоторые головы. Забираться. Надеюсь, этого не произойдет. Еще одна желтая карточка Андорца. Кристиан Мартинес. 16-й номер получает горчичник. Нарушение на...